я так давно не был на ютубе что забыл уже как нужно приветствовать свою аудиторию поэтому давайте я скажу просто привет итак друзья после нового года вышло очень много видосов от всевозможных учителей по ремонту давайте мы вместе посмотрим их видосы и поржем конечно и первый видосик называется ремонт ноутбука в домашних условиях или как чинить ноутбук своими руками и автор женщина меня это видео сразу заинтересовало потому что как бы интересный персонаж а канал называется лера муза или муза не знаю давайте мы посмотрим как же нужно их чинить доброе утро друзья доброе утро дорогие подписчики доброе утро гости моего канала что я хотела вам заснять ролик маленький ролик как почистить ноутбук дома в домашних условиях условиях я уже не раз так делаю два раза точно сделала это делала это где-то полгода наверное прошло до полгода уже прошло как я почистил ноутбук и у меня опять заново она начала перегреваться и выключаться вы уже заметили какие же должны быть условия эксплуатации ноутбук если за полгода он снова начинает перегреваться но тут не ноутбук надо очистить и просто прибраться в квартире наверно так и что же какая прогрессивная тетя честно говоря даже сам еще стрима не устраивал даже не знаю как их делать а тут уже и тетеньки меня обгоняют в этих познаниях так так как же его делать нужно очень похож на samsung mp350 собрался пыль вот сейчас для этого нам надо нам надо выключить ноутбук сделала бумажка не работала похоже сейчас будет время это лайфхака конечно пылесос перевернула ноутбук здесь вот вот это вот как называется вот сюда будем направлять пылесосе я так полагаю что бумажка нужно для того чтобы после чистки включить ноутбук поднести эту бумажку к вентиляционному отверстию и потому как она колыхается сделать вывод о качестве чистки но только эти мысли приходят мою голову давайте проверим прав я или нет а это бумажка нужно вот здесь же вот эти есть такая решеточка чтобы ребят я не угадал назначение бумажечки заключается совсем в другом но это женская логиками и и не дано познать я смотрю что-то метод так делаем это она не жесткая бумажка просто завернули на полосочку пластиковую пластиковые жабры почистила зачем я же говорю это у меня не первый случай вот так я почистил но у меня мастер летом прошлом году приходил ну почистила все вот то чтобы собираться я не знаю вот здесь так здесь что днями профилактики можно еще каждый месяц можно вот так почистить не тяжело не трудно легкий способ у меня лишних денег нету чтобы платить когда можно самой сделать так хотя и женщина и отчет этот у меня рука тянется куда надо или куда не надо яга женщина рука тянется куда не надо ну лучше бы она тянулась туда куда надо там пироги варила лагман бы забасала показала бы как это делается но зачем лезет техническую часть а еще показывает и выдает это как за ремонт ноутбука в домашних условиях меня одно поражает ведь на ю тубе уже давным-давно все выложили все разобрали все почистили то есть любой человек может посмотреть видос о том как устроен ноутбук и сделать какие-то выводы но не же все равно находятся такие вот адепты со своим со своими новыми методиками чего-то там и начинают их проповедовать блин зачем вот вот разве бумажкой ты прочистишь этот валенок разве пылесосом ты выдуешь этот комок шерсти можно сказать да ничего ты там не сделаешь единственный метод который я знаю ленивой чистки это может быть только лишь компрессор но и с ним нужно быть очень аккуратно потому что помимо пыли может вылететь сами лопасти от этого вентилятора тому же от пылесоса запросто может прилететь статика на материнскую плату такие случаи кстати бывали человек попадал на довольно таки существенную стоимость ремонта как правило выходит из строя чипсет замена которых начинается от 5000 поэтому думайте сами решайте сами благодарить бабушку за такой лайфхак или нет знаете друзья вот эти лайфхаки с бумажками мне покоя не дают мне такое ощущение что я уже где-то что-то подобное с бумажками видел сгибаем бумажечку заранее готовим чтобы она у нас у основания головки пролазила свободного не плотно а следующий видос называется ремонт компьютера интересный случай канал под названием гамм 77 видоса 31 января ну сам бог велел посмотреть и привет дорогие друзья интересный случай короче второй раз я такой эффект вижу я просто не знаю что делать может кто в комментариях подскажет на это навряд ли кто подскажет вот ну короче вчера меня вызвали играть типа придите посмотреть я окей гора приду посмотрел и в итоге прохожу вижу этот эффект при включении короче компьютера и рабочего стола загрузка полностью этот экран либо синий либо фиолетовый либо белый либо черный в основном черный но этого думаю на видео полетел либо как бы кобеля вот вот это сам весь компьютер что я только не делал с ним оперативку менял нет не помогу билус прошил вот вот у нас схема вот у нас есть билус прошил тоже не помогу ну если компьютер уже загрузился прошел процедуру пост дальше уже билус практически никогда ни на чего не на не влияет ни на качество изображения не на артефакты в этом уже bios не участвует поэтому называется так а делать них я прошел так ну дальше какие поиски в кабелем то мы ждем и кабель есть вот так шик шик и думал может эффект пропадет нет тоже не помогло 19 минут а 19 минут я за это время уже бы компьютер починил или ноутбук отремонтировал после залить и например он только начал говорится все в конце приходит мысли думаю так и это заберу компьютер начал во первых вот тут греется очень сильно греется почему не знаю видимо провода не падает и бог питания за него вывозит просто и бог питания другой посынял 28 бит супер охлаждение только три минуты прошло у меня тут окошко открыт вот давайте вот сейчас ну не знаю короче сейчас мы поближе подойдем вот получается 9500 витей случай бывает с чем это связано я вообще не знаю не знаете типа фиолетовый какой-то такой а тут на телефоне вообще покупайте себе ссдшники будьте людьми для 10 минут я уже материнскую плату диагностировал похоже чувак первый раз жизни видит как выходит из строя видеокарты вымирающий вид сейчас мы зайдем на 5 тысяч расстройств уже 12 минут прошло где финал где апогей всего этого видео ну чё итог заключения короче я не знаю что такое вообще у нас как это понимать другой видюху ставили все нормально 9500 гиговый 128 бит тянет кс го я даже я удивлен блин реально full hd разрешение но на низких настройках ну короче я предложу абоненту вот такое типа если его устроит вот это все я его видюху забираю ему свою отдаю за работу не буду брать да кто-то скажу что типа ты это там охуел типа лучше себе забрал на это я буду банально у меня второй компьютер здесь стоит я буду туда это видео кстати а там банальный интернет только серфит больше ничего не делает ну вот такой видос был ребята если вам понравилось может кому-то что-то интересно было может хоть послушали хотя пообщались со мной так сказать пиздец какой-то нудный бестолочь короче если вы потеряли нить повествования вот этого персонажа то я вкратце вам объясню его вызвали на дом клиенты он забрал системе клиентский к себе домой потому что там какие-то проблемы были с изображением в общем он долгими диагностическими мероприятиями выяснил что там проблемы с видеокартой ну какие проблемы что в клиентской системе клиентская видеокарта работает некорректно то есть либо белый экран либо черный экран либо синий экрану принципе артефакты дефект на лицо но тем не менее он взял клиентскую видеокарту поставил свой системник и там все отлично заработало такое иногда бывает особенно когда у клиента видеокарта gtx 550 и так вот клиентскую видеокарту он поставил свой системник а свою видеокарту gtx 9500 древние наверное еще из двухтысячных годов поставил в клиентский системник причем видеокарту на пассивном охлаждении и вот его видеокарта в системе клиентском заработала нормально работы драйвера проставляются грузится так вот что он предложил клиенту но говорит раз ваша видеокарта работает хорошо в моем системе ки и а моя видеокарта работает в вашем системе кито давайте так и оставим работа будет бесплатно выезд будет бесплатно я думаю вы же будете не против поменяться gtx 550 ти ай на пассивную жить и 9 500 нормально да предложил обмен такой да даже если все это заработает это это не это не совсем корректно с точки зрения мастера предлагать какой-то обмен тебя вызвали ты сделай диагностику озвучь стоимость ремонта а не предлагая что-то там поменять какой-то бред вот ну вот такие вот ребятки и выезжают на выезд какой-то от себя тину несут меняют что-то видеокарты ну то что-то какой-то просто верх непрофессионализма а следующий видос называется ремонт ноутбука полезные советы для начинающих ремонтников как вы думаете кто мог назвать так видос конечно какой-нибудь профессионал ну глупо же если какой-то школьник который законом и даже не знает будет чему-то пытаться научить наверняка очень опытный человек давайте смотреть видос необычная тема эта тема ремонт компьютеров ноутбуков сегодня же у меня будет ноутбук хотя это мой ноутбук вот суть в общем такая проблема у меня случилось я сидел проектировал дизайн моей будущей паяльной станции и хобана у меня отключаться ноутбук к нему не было ничего не подключено так как у меня южный мост немножко пострадал usb порты свепкамера не работают так что я ничего не мог цепить кроме зарядное устройство также hdmi кабеля но у меня его нету и вот это у меня уже такого случалось он просто отключаться и все и вот моргает лампочка тут питание вот 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 не выписывайте пока из китая ничего кто еще не знает там сейчас как уходит какой-то вирус неизвестный к от которого умирают люди так что я вас предупреждаю не заказывайте ничего пусть немножко все пойдет заказывайте я сам заказал себе мультиметр но отказался так как не 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 хочу я никаким вирусом болеть китайским так что пока многие какой-то вирус от которого люди умирают поэтому посылки заказывать не нужно потому что действительно китаец какой-нибудь зараженный коронавирусом чихнет на посылку она приедет в россию а потом кто ее получит то скорее всего и заболеет им вот какой предусмотрительный молодой человек он даже отказался от приема посылки чтобы не заболеть не 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 говорит а мама миа вам советую ничего не заказывайте сейчас я снимаю крышку которую называют поддон 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 покрыто ее снимать можно поддеть отверткой иголка но зато это там следы кому не надо поднимать гапочки классно не порешивайся хоп-хоп и батарею подкерзусь снимаю глаза радиатор и посмотрим что там вот маленький вот здесь вот этот процессор и все сейчас мы тоже это узнаем я достал все разъемы а также оперативная память на батига чтобы почистить и не контактить я вас еще призываю обратить внимание на то как называется видос ремонт ноутбука полезные советы для начинающих ремонтников поняли у меня вайфай модуль такой вообще когда тут все достал контакты тут динамик батарея антенна сейчас по идее начнет показывать как какие напряжения замерить какие сопротивления замерить может посткарту подкинет может что-то еще полезные советы же они такие у нас это с экрана с дисплея идет это шлейф идет сейчас у меня осталось открутить жесткий диск пока что я вижу один совет как откручивать крестовые винтики плоской отверткой это даже антисовет никогда так не делайте потому что потом мы мучаемся чтобы выкрутить материнскую плату чтобы разобрать ноутбук нам приходится тратить 3-4 в 10 раз больше времени на высверливание вот таких вот после вот таких вот по разным пучкам чтобы ничего не потерять ой тут болтик у меня закрученный странно в данном случае у меня был ремонт человек проектирует будущую паяльную станцию у него даже отверток для начала нету зачем нужна паяльная станция ну научись хотя бы каким-то элементарным вещам как как где логика должна же быть какая-то последовательность сначала купил отвертки потом купил паяльник потом купил уже паяльную станцию а еще лучше сначала начал изучать теоретические знания получать как вообще устроено схемы научился читать и так далее но не сразу паяльную станцию потом будем все этот ноутбук очень очень сильно греется очень горячий так вот я винты открутил как он может очень сильно греется когда это lenovo lenovo какая-то на впаянном процессоре типа 2920 да там даже радиатор можно не вешать он комфортно себя чувствует там нечему греться просто блин неужели нельзя взять и ускорить видос чтобы не слушать вот этот бред сейчас я вам буду показывать что же сделать при таком при такой ситуации когда у вас загорит просто одна лампочка нужна нам обычная отверточка самая обычная плоская отвертка и просто-напросто достаем батарейку биос вот так она выглядит достали убираем можно ее положить пока в стороночку и просто минуту ну можно давайте минуту подождем можно меньше также я при сборке почистил контакт вот здесь батарейку надо отстегивать ну то есть она не съемная надо разобрать поэтому при подключенной батарейке естественно толку нет от того что ты вытащишь батарейку биос то есть ну вообще никак он не сбросится потому что он все равно запитан чуть-чуть щеп чуть-чуть и я выдрал эту клавиатуру вместе с винтами и всем с мясом так что не забывайте сейчас я все сделаю да кстати обратите внимание на клавиатуру он ее выковыривал она оказывается прикручена еще была кстати по-моему слушайте у нас на днях ноутбук пришел похоже кто-то все-таки смотрят его видосы и повторяет за ним так вкратце о чем это видео ни о чем разобрал ноутбук собрал он включился где же помощь нам новичкам как нам поучиться что нам нужно делать пока что мы увидели как нужно откручивать крестовые винтики плоской отверткой а где где совет то ну что что китрул не доработал ты давай в следующий раз как то более основательно подойди план накидай научи нас как нужно ремонтировать технику китрул возьми себе на заметку я вот даже не знаю как реагировать на такие видосы как реагировать на таких людей потому что есть ведь хорошие каналы в которых детально разобрано как производить диагностику все постепенно поэтапно все хорошо доступным языком рассказано показано но если ты хочешь так же заснять то возьми просто тупо повтори хотя бы будет выглядеть хорошо знаете что у меня родилась идея а почему бы не показать хорошие каналы которые действительно помогут в ремонте начинающему человеку оказывается есть очень много молодых каналов у которых даже подписчиков там тысяча две но при этом очень хорошо рассказывают и показывают и действительно обладают хорошим опытом и знаниями вот ребят если эта идея вам интересна пожалуйста отпишитесь в комментарии ну не забудьте поставить лайк я обязательно сделаю такую подборку а на этом у меня все всем пока до новых встреч пока